друзья всем привет наше знакомство с Барселоной начинается вот с такого вот хостела хостел очень большой прям гигантский можно даже сказать и я не знаю немного непонятно вот здесь номера по-моему здесь какой-то летний лагерь устроили они сейчас и привезли очень много школьников это вот тоже все помещение хостела здесь по-моему второй ресторан есть там еще один ресторан либо это комната отдыха там тоже комната здесь наверное просто можно собираться и вечером смотреть по телевизору чилить отдыхать здесь есть большой бассейн спортзал есть потом валетбол есть там еще тоже всякие разные для активностей полазить можно вот и отсюда видно вот этот вот который я вам вчера показывал храм в принципе это самый оптимальный самый бюджетный вариант такой с парковкой в барселоне то есть мы здесь платим 60 евро за двоих без завтраков без ничего и в комнате в комнате в которой 10 человек еще будет ну вот что-то типа это то есть по сути я здесь просто плачу за парковку я как бы мог спать в машине но суточная парковка в барселоне стоит 30 евро или даже еще больше в некоторых местах даже 40 поэтому мы просто тупо здесь платим за душ и за парковку ну и за близость то что здесь как бы станция метро всего лишь 500 метров рядом с этим хостелом и еще лэп вообще с этим лэп рядом жить нельзя они вот построили ни в коем случае нельзя рядом с ними жить так что я даже не знаю наверное я могу рекомендовать не буду но если захотите просто один день переночевать просто как такой перевалочный пункт здесь водители amazon останавливаются но если вы возьмете номер если вы путешествуете допустим там семьей полу номера возьмете на четверых но в принципе вам нормально наверное будет я ничего не знаю нам еще не дали номер мы приехали сюда в десять часов мы сегодня спали вообще в таком классном месте прямо возле речки в ущелье в таком и все супер классно выспались единственно нам нужно было машину где-то ставить я подумал что я лучше ее здесь оставлю и у нас будет интернет будет душ ну здесь ресторан есть бюджетный и в принципе можно в любой момент сюда прийти здесь как бы отдохнуть чуть-чуть помимо ресторана тоже есть эти всякие разные вещи интернет здесь 500 мегабит но он не стабильный но вместе с тем вот такой ресторан вот такие цены здесь принципе пицца и кола стоит 8 евро всего лишь кофе 2 евро стоят такие же цены как у нас в омате вот здесь тоже ресторан и вот этот вот людей которых привезли сюда они здесь вот кушают это все место занимают короче говоря я понял этот хостел он здесь много инвалидов и они типа как официантами здесь работают еще кем-то и в общем с разными отклонениями есть люди и короче говоря если вы сюда приезжаете то вы типа но этим людям помогаете социально адаптироваться и вообще просто социально общаться вообще хостел это конечно такая среда общения вот люди с разных приезжают сюда регионов испании с разных европейских стран приезжают и соответственно здесь общаются нетворкинг такой у них территория очень большая и хостел находится типа в горах как как бы и это то есть вот бельгии приехали люди а вот как раз группа людей которые про которых я вам говорил ну и в общем здесь чистый воздух и 500 метров до станции вот так вот они сортируют мусор разные цвета и разная этот в разных контейнерах разное то вот люди бывают здесь разные кого-то какие-то отклонения там еще что-то какие-то болезни и в общем эти люди помогают а любопытно то что здесь есть два поста зарядных и если приедете на электромобиле вот европейский разъем есть можете пожалуйста зарядить у них они молодцы европейцы у них все разъемы для электромобиля они вот так выглядят это типа типа тесла зарядка и в общем все электро зарядные разъемы они все вот так выглядят и порой вы можете приехать в какой-то большой город типа барселоны там не будет мест парковочных ничего такого не будет но вы сможете стать типа вы заряжаетесь и ну на самом деле заряжаться и у вас будет парковочное место то есть они зарезервированы за электрокарами вот здесь написано то есть я когда вы здесь останавливаетесь вы помогаете вот этим людям с ментальными в общем всякими разными заболеваниями и так далее то есть адаптироваться вот карта чуть позже вам покажу как мы путешествуем если сегодня у нас силы после барселона 100 останутся мы в общем оставляем здесь машину и сейчас уходим здесь вот тоже комнаты есть закрывается на сетку жулики и вот отсюда спуститься вниз туда совсем чуть-чуть ну нормально пойдет мы так мало двигаемся все хорошо вот только лэп меня смущают ну и цена 30 евро за хостел с человека это конечно же много даже для и по европейским меркам даже это много так у них выглядят автобусные остановки и вот мы почти пришли тут буквально пару минут а здесь вот по вот этот электричка вот такая скоростная сейчас узнаем сколько там билет проезд стоит с кондиционером быстренько до барселоны доедем на мы кстати сейчас не барселоне живем мы живем это по-другому называется место и вот здесь мы зайти интересно сможем туда или нет нам наверное с той стороны надо заходить так называется эта станция курить нельзя на роликах нельзя заезжать и у меня такое ощущение что у них есть какая-то своя система пропуска сюда такое ощущение что это наши с хостела репси а вот ура аппарат можно купить вот здесь есть аппараты можно купить что-то здесь можно купить вот здесь вот два путешествия на двоих зона один стоит 10 евро в общем друзья вот так вот выглядят билетики они не принимают карту и пришлось только оплачивать наличными вот так выглядит станция здесь тодус принципе это достаточно бюджетно потому что нам расстояние приличное ехать на машине около 50 евро стоит такси мы конечно меньше тратим на когда едем на машине есть две линии оранжевая и зеленая они обе эти линии идут туда так вот выглядит это все вот зеленая и оранжевая зеленая идет так оранжевая чуть прилегает но они обе едут вот сюда нам на этот набор площадь каталонии нет здесь стыковка по-моему здесь стыковка еще есть вот с таким вот трамвайчиком да вот отсюда мы начали а здесь чуть-чуть ниже я его видел там такой трамвайчик он едет просто вниз вверх вниз вверх ну вот в общем мы проедем здесь нормально станции 9 станции проедем за бортом 32 градуса здесь работают кондиционеры и достаточно так комфортно чисто пойдет в общем 1863 года у них здесь сонирует метро сюда мы сейчас приехали каталуния по вот это зеленый l3 я так понимаю и здесь они транзитные м и l1 они соединяются сейчас с нами такая интересная ситуация произошла я когда билеты покупал хотела оплатить картой но аппарат якобы карту не принял и то есть написал что операция отменена и типа деньги не с вниз не списаны но мне пришло сообщение что он списал деньги и мы сейчас подошли на этой станции центральной но просто здесь инфа есть кто продает билеты он говорит вы вам назад надо будет ехать но мы говорим да и он нам подошел карточку предложил и выпустил нам два еще билета ну по сути как бы то же самое сделал то есть как бы нам деньги вернул я ему показываю квитанцию все это с банка что деньги списали что затем мы заплатили наличным он гордение я типа верю удивительный город прям с метро удивляет такие вот здесь собственно достопримечательности по моему вот здесь мы уже вчера были да вот это согрита фамилия и вот порту тоже мы были короче говоря приехали мы на центральную станцию друзья здесь очень много людей берегите свои вещи друзья здесь еще можно купить вот такие вот билеты носите басе и этот автобус он курсирует по городу здесь и еще можно купить автобусы катамаран за 43 евро а это за городом будет возить но за городом мы и сами сможем ездить в принципе я думаю мы сейчас пока погуляем а может быть завтра возьмем на автобусе сиди тоже вот такие надо бутылки с водой носить как девушки никто здесь на машинах не ездит посмотрите такси 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 и все вот как барселона город гауди здесь все вот этот гауди строил и мы сейчас будем как раз таки ходить смотреть вот это его творение все творчество гауди русский теперь я понимаю почему город закрыт в дневное время для машин потому что им здесь просто ездить негде здесь вот люди ходят а для машин вообще нет места мы сейчас пришли здесь какой-то базар уличный я думал в европе такого нет голуби летают кипиш вообще невероятный но он конечно культурный этот базар здесь люди тут же едят и выпивают и все что угодно продается очень много туристов а вот уличная еда кстати здесь поршал селоне несколько ресторанов пришли вот можно осьминогов кушать сколько здесь ресторанов пришли 20 ресторанов мишлин здесь ребята поняли 20 в алма-те по-моему ни одного нет интересора льда если вы знаете английский язык то вам испанский будет легче понимать потому что многие слова очень сильно похожи осьминоги здесь здесь рай для любителей осьминога у меня что не потекли здесь еще целая куча устриц прямо на базаре это все вот так вот очень чисто никаких посторонних запахов очень культурно пахнет пахнут специи и очень много еды всякое разное кальмары устрицы все что хотите тут же сразу все специи устрицы вот три штуки семь евро стоит но это типа гастрорынок такой здесь вот и алкоголь у них бары все на свете любая еда обязательно его посетите он находится рядом с центральной станции никто здесь равнодушным не останется так все живет здесь кипит бурлит сырые вот все что угодно я люблю вот такую уличную еду кипит такой базар вокзал а вот это хамон он прям ярко-ярко красный и вот тут же его сразу отрезают 225 евро стоит килограмм мы могли вчера зарезать этого кабана бегающего бегалку вот 210 евро килограмм стоит 100 тысяч тенге килограмм стоит свинины здесь сегодня очень жарко и поэтому можно встретить девушек которые в купальниках просто ходят и причем очень много таких вариантов и на самом деле на них даже внимание никто не обращает пришли посмотреть дворец гуэля и гауди вот этот вот здесь известный архитектор он его на заказ короче говоря построил своему почитателю и теперь туда вход платный неплохая такая инвестиция друзья вот так выглядит бутик дизайнерской одежды вот они все украсили здесь и продают здесь обувь тем временем мы пришли посмотреть готический собор святой евлали это покровитель барселоны этого города святая евлали они это все строили для меня загадка идем в готический квартал и вот здесь вот можно встретить римские стены четвертого века они полностью весь окутывали вот так город и вот так вот примерно они выглядят он в то время был городом крепостью и вот они что-то здесь копают сейчас вообще не у него не удивительно что они что-то найдут и они видите как аккуратненько это все копают все в мешочке потом кран приедет эти мешочки поднимет и аккуратненько все увезут без шума без пыли вообще даже незаметно а вот здесь напротив такая вот архитектура город очень красивый и люди тоже красивые туристы даже красивые ну барселона конечно же необыкновенный город я честно говоря вообще даже не ожидал что здесь все так будет прям он весь такой с душой город не просто какие-то там стипа сцены и типа там туристы типа там какие-то туристические достопримечательности у него душа есть у этого корня вот видите вот балконы французские здесь у них ну очень круто конечно и видно как они любят свой город как они за за ним ухаживают местные жители у них здесь есть свой президент свой парламент то есть это такая типа как автономия автономное сообщество свой язык все свое можно встретить вот такие вот отели крутые вот раньше были вот такие вот двери они эти двери оставили сохранили но сделали и стекла двери и 5 звезд такой отель может несколько сотен или даже несколько тысяч долларов ночь стоить меня честно говоря не знаю я наверно даже не хотел бы жить вот в таких вот старых зданиях по сути ничего особенного там нет и вот вот здесь написано 1891 здесь кто-то жил ну и в общем это готический квартал здесь все так все здания они все так здесь на первых этажах они сделали коммерческие площади тоже очень красивые такие вот они разрисовывают до разрисовывают граффити но она как-то здесь в глаза не бросается и как-то это все то ли культурно то ли еще что-то дня паре это все очень грубо и они как-то то ли вписываются здесь в интерьер эти граффити ну типа серая вот такая вот ролл ставни и они типа разрисовали ну типа ничего страшного и они обычно вот не рисуют вот это больше исключения то есть они на на стенах не рисуют даже велосипеды они это электрический невероятная архитектура вот тоже здесь какой-то магазинчик здесь все вот эти улица они прям как музей вот тоже обычный дом многоквартирные тут вот люди живут и написано что с 11 30 до 12 30 в четверг может любой желающий прийти и покушать здесь бесплатно поэтому если у вас кто-то деньги просит там возле макдональдса на еду не верьте здесь никто не голодает здесь еды очень много они выкидывают в мусорках очень много еды и оставляют очень много еды потому что туристы приезжают там кто-то типа хочет кушать кто-то не хочет кушать кто-то там попробовал или еще что-то ну и еды короче говоря очень много здесь дальше реклама вот какой-то то ли стриптиз зал то ли еще что то вот они взяли кафель такой фарфор красиво его разрисовали и приклеили то есть не грубо очень все культурно то тоже реклама и она примут как будто бы вписывается сюда как будто бы украшение это тоже все рекламу здесь вот еще какое-то здание даже не знаю как они называются но они просто какие-то невероятные конечно все мы здесь сейчас в правительственном квартале вот так у них выглядит правительство здания правительство с флагами весьма скромно а вот это может аджунтамент городской совет там друзья несколько столетий уже как бы эти здания назад были построены и они до сих пор функционируют до сих пор выполняют свою функцию то есть здесь по всей видимости какие-то законы принимаются и правительство работает здесь даже от повозки следы остались и протерли все весь камень насколько это давно все существует куда смотреть кто она где бомбочка бомбочка ракета бомба петарда здесь прям все улицы как будто какая-то достопримечательность а там через стекло можно кое-что увидеть вот так вот если приглядываться стекло можно кое-что потолки тоже все камень все вырезано очень красиво да друзья конечно же рим вообще даже рядом не стоит плане архитектуры но здесь она более такая современная и вот я вам что хотел отметить ведь они вот делали вот так вот каждый блок он имел определенное место свое его прям сюда подгоняли до миллиметра все стыки стыковали и вот посмотрите как строили сотни лет назад и как сейчас у нас строят вот здесь вот продолжение по моему римской стены вот это если я не ошибаюсь но вот это вот скорее всего арки акведука по всей видимости либо еще какой то здесь мост был здесь тоже артисты всякие разные музыканты со своими музыкальными инструментами так вот в барселоне выглядит биржка эстрадивариус и там еще какой-то двухзвездочный отель а а здание просто невероятно какое крутое балконы вот 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 как у нас балконы остекляют укрепляют и посмотрите как у них сделать сделали балкон застеклили есть разница все здания вот такие вот сейчас пришли здесь вода фон магазин и здесь есть такой аппарат в нем можно купить сим-карту вот здесь разные тарифы и прикладываете сюда паспорт свой здесь платить и просто в аппарате покупаете себе сим-карту битбанк испании прямо угловое такое здание тоже очень красивое у них здесь все здания очень красивые наверное даже без исключения здесь наверное тяжело найти какое-то здание чтобы оно было некрасивое чем красиво но уровень жизни у них конечно же здесь высокий и наверное по всей Европе даже не во всех городах такие высокие уровни жизни и с этим связаны и цены на отели и так далее очень много красивых людей очень много и здесь в основном девушки парней меньше чем девушек наверное это связано с тем что именно девушки любят этот город а вот здесь на площади очень много голубей и я заметил что у них здесь практически вообще нет ни собак ни кошек бродяч видимо их отлавливают и стребеляют а птиц очень много и на самом деле вот эти голуби некоторые люди видите их это конечно же это не безопасно делать потому что голуби они разносчики на всяких разных инфекций и они прям как крысы некоторые могут быть заразны и к ним вообще лучше даже не прикасаться не то что там с рук кормить или еще что такое делать крыс нету как в Париже но по крайней мере мы пока не увидели ну и кошек соответственно тоже нет мне кажется здесь их отлавливают потом из них шаурму делают из этих голубей поэтому их и не истребляют здесь еще у них друзья есть apple store официально который работает официально они здесь продают телефоны здесь какое-то выступление сейчас вот девушка без волос пожалуйста ничего страшного все когда приходишь в такой магазин вот здесь ступеньки они сделаны из стекла и то есть каждая ступенька она выдерживает я не знаю сколько килограмм потому что может 4-5 человек на нее встать наверное полтонны каждая ступенька выдерживает и как вообще у них все круто вот эти большие дисплеи а на четырехслойные но все равно я могу представить сколько денег здесь одна только такая ступенька стоит какая друзья здесь архитектура вроде на первый взгляд обычный дом простой там закрыто ну все из камня из резаного камня делаем буквально вот на каждом шагу вот эти предметы здания как произведение искусства и вот там еще один дом гауди но они все здесь дома очень красивые в 19 веке начали его строить ну да друзья для того времени это конечно же невероятное какое-то впечатление наверное без наркоты такое тяжело построить и вот это все из камня сделано между прочим а там вот девушка она что-то рассказывает а еще по всей видимости это типа да это дом музей сейчас и туда вы можете зайти но за это нужно заплатить наверное около 15 евро да внутри тоже очень красиво это для какой-то семьи было построено на заказ и там разные штучки разукрашенные из камня по всей видимости но потолки да вот так вот все и короче говоря от 40 до 50 евро стоит вход в этот дом еще один дом гауди мы вчера его проезжали на машине и сейчас у нас есть возможность понаблюдать за ним более пристально по моему туда можно зайти во внутрь пяши сейчас мы попробуем такое ощущение что ну там как бы туристы есть наверху а внутри как будто бы как бы и даже и жилые дома квартиры может быть под экидой ЮНЕСКО этот под защитой ЮНЕСКО находится этот дом и честно говоря я не знаю вот там вроде как все вот это бетонное но вот это вот камни бетонные точно и они вот вытесаны прям под таким вот узором и это изначально частный да дом был? да частный дом ну наверное до сих пор он частный и просто сделали вход платный и люди заходят и собственно смотрят около 50 евро может стоить такое место вот здесь вы можете видеть то есть это такой же камень в принципе но он вытесан под такими углами интересными и здесь стиль такой интересный тоже оказались оказались возле самой основной достопримечательности Барселоны Саграда Фамилия и его тоже начал строить в Гауте и он его не достроил в 1882 году он по-моему его начал строить и в общем его достраивают на добровольные пожертвования и вроде как до до 2026 года они должны его достроить но это не точно ну получается конечно же шедевр реально и очень красиво вон там у них виноград я думаю здесь не просто так все есть определенные задумки и сооружение конечно же очень крутое то есть оно такое современное но на старый лад видно с этой части как они начинали его строить старый еще кирпич а здесь свежий кирпич ну что самое интересное что он не выцветит и не краска ничего не потеряет свой вид со временем ну как это все стоит как это все держится у меня загадка да друзья я думаю он именно отсюда начал строить а не вернее там сначала строил один архитектор потом гауди пригласили и вот здесь вот темные такие камни уже потемнели и вот сразу видно его почерк вот эти деревья елки как-то с голубями там еще что-то вот эти обтекаемые форму он любит здесь еще есть такой пруд водоем я могу представить насколько вот в этих домах старых светит потом цена когда они настроены и вот что самое интересное что вы должны заплатить в любом случае за вход несмотря на то что это религиозное сооружение захотите зайти помолиться я не знаю как это будет проходить у местных но туристы должны платить около 50 евро за вход электромобиль зарядная странция и вот здесь вот только два места там скорее всего для резидентов столько два места которые предназначены для того чтобы заряжаться здесь тоже а здесь чат демо у них здесь чат демо 50 кВт ну вот карточку прикладываете заряжаете а здесь 22 кВт вот такая обычно есть вот и все на электромобиле вообще одно удовольствие путешествовать пока машина заряжается никто вам ничего не скажет да и вообще никогда никто ничего не скажет электрическая машина стоит и все до суда вот прям прям возле этого саграда фамилия у нас здесь танцы сегодня с видом на собор а я все на него смотрю и думаю вот как они будут между этих башен там ходить туда-сюда как они будут освещать отапливать вообще это здание мне кажется это неоправданная вообще помпезность и роскошь какая-то в плане ну религиозного сооружения это похоже на то что самая хорошая точка для фотографий будет вот со стороны этого водоема это северная точка с севера потому что здесь прям очередь сделать фотографию сфотографироваться люди стоят хотят сделать фотографию здесь вот видно очень хорошо они строят уже из железобетона и вот так вот поднимаются арматурой с опалубкой наверх это в принципе конечно же крепкая конструкция а потом наверное они облицовывают это сверху все и поэтому в принципе да оно будет надежно а что с ней случится так можно и сто этажей построить я не фанат футбола но я знаю что очень многие люди болеют за Барселону и здесь прям целый шоппинг шоппинг короче фестиваль какой-то прям посвящен вот тут даже в майках в которых они играли это надо конечно очень сильно болеть этим всем чтобы вот так вот это все это дело любить это выставка короче говоря футбольного клуба Барселона и вот монетки можно покупать гимны нужно петь если захотите а ну и здесь магазин а Рональду здесь же да играл? да ну в Месси точно а Месси это кто? Леонардо Месси не знаю я и Рональду Рональду знаю а этого нет вот вот они играли вот в таких пошмаках раньше сейчас здесь валяются вот так на камнях вон он Месси Леонардо Месси а вот он Месси оказывается а Рональда где? а Рональда нет здесь потому что он все теперь в Абу-Даби 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 мы сейчас уточнили оказывается Найк делает специально для футболистов футбольного клуба Барселона и в общем вот эта штука Майка стоит 155 евро и в общем в таком вот реально играют футболисты нужно пойти на курится и потом еще водки выпить чтобы это все купить за 155 евро рубашки в которых они играют но это в 92 году было правда в общем в общем друзья нас фэри нас и нашу машину двоих целые сутки вез корабль гигантский за 200 евро а тут какая-то кусок какой-то тряпки пластика это даже не тряпка это синтетика пластик ну это конечно материал специальный запатентованный он в общем в нем очень комфортно спортом заниматься но не на 155 евро мы сегодня практически целый день гуляли и сейчас пойдем еще треофарную арку смотреть еще фонтан смотреть единственное что нас спасало это отсутствие жары если была бы такая же погода как в Риме здесь бы просто нереально было бы столько времени провести и тем более еще пройти вот а вот кстати старбакс кофе и круассан стоят 4 евро и такие есть за 2.50 тоже ну не в старбаксе менее раскрученные поэтому кофе здесь немного стоит можно спокойно попить вот здесь 2 круассана 2.20 стоит это французская пекарня похожа на французскую то есть на еду такая цены такие демократичные очень но проживание очень много стоит я даже не знаю с чем это связано вот на этой площади где мы сегодня видели голубей начали танцы как всегда у них здесь они по-моему без танцев вообще не могут в этом городе здесь должен был быть фонтан но фонтан почему-то сухой видимо пересох и все и собственно вот мы начали отсюда вас сегодня здесь заканчиваем возвращаемся в отель пора отдыхать набираться сил завтрашнему дню новому а вот это вот автобусы которые вы можете взять и они вас будут катать по всем достопримечательностям и днем и вечером будут вам все показывать а а а а а а а